О конкурсе эскизов Елена Бабинова узнала только в конце января. Дизайнера женской одежды привлекла возможность попробовать себя в чем-то новом. Поэтому она и решила принять участие в создании эскизов мужского оркестрового костюма. Рисовать их от руки было долго, и Елена решила обратиться за помощью к своей однокурснице Жанне Коченович. Ее коллега из Великобритании отлично рисует в компьютерной программе. Так и образовался творческий тандем. Вообще мы перекидывались во всех мессенджерах и фотографиями старинными, и современными, и искали какие-то решения. И пришлось мне даже вспомнить, почему вышивка. Потому что в Нижегородской области было славно золотное житье. Вот, если знаете, в Арзамасе у нас в монастыре вышивальщицы вышивали одежду с золотыми нитями. На подготовку конкурсной работы ушло 4 дня. Дизайнеров вдохновил показ Прада 2012 года. Сюртуки и стильные костюмы демонстрировали голливудские актеры Гэри Олдман, Уильям Дефо, Эдриан Броуди и Тим Рот. Елена и Жанна отправили на конкурс несколько вариантов цветовых решений. Оставили черные брюки, красный сюртук для музыкантов и белый для дирижера. Помимо эстетического вида, костюмы также должны быть удобными. Музыканту надо играть. Наверное, они будут вставать и садиться. Именно поэтому у нас полочки закругленные, открывающие брюки. Именно поэтому застежка только до талии. Поэтому у нас на спинке идут глубокие складки и разрез. Там правильный окат, карманы. Все вот эти вещи такие. Водолазка, а не рубашка. Готовые костюмы планируют продемонстрировать на фестивале моды «Матрешка Фэшн Вик-2021». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.